здравствуйте дорогие друзья итак это родословная книга человека говорится в нашей недельной главе расскажу короткую историю семья добра из межилича была очень высокого происхождения их род восходил к иудя носи оттуда к царю давиду и был такой свиток родословной который хранился в доме родителей был самым дорогим сокровищем семьи и когда добра было восемь лет случилась беда семья проснулась пожар все горит комнаты охвачены пламенем все сгорело соседи помогли чем могли собрали там а мать плачет не может успокоиться и когда вернулся из хедера добра он видит мать опять плачет он и мамочка не плачь надейся на бога он восполнит нам то что сгорело мать и говорит сынок я не о сгоревших вещах плачу все вышли который дал нам жизнь он даст необходимое все что я свитки родословные которая восходит к самому царю давиду эта вещь дороже было мне все сокровищ мира и вернуть ее невозможно и женщина опять заплакала и довбер сказал не печалься мама мы напишем новый свиток родословий он будет начинаться с меня ну также наверно немножко и произошло потому что от добра мы знаем произошло очень много всего о чем это мы все пишем книгу своей жизни каждым поступком каждым действием каждой мысли потом она читается в веках не говорят мудрецы что когда что вот когда говорят о расплате за грех то речь еще о том идет когда в следующем мире на все миры зачитывается все сущные все что творил человек на земле и конечно это вызывает немножко родовитость всякая она важна лишь в сочетании с благородством самого человека человеку надо работать над собой понимая что он напишет вот такую какую книгу какой себя он напишет такой он и будет надо очищать душу от чужерожных примесей как драгоценный металл и не прикрываться заслугами отцов или кого-то надо понимать что вот эта книга и самое главное есть на земле тора в чтении этой недели начинается с описание поколения людей которые только появились потом получили цивилизации жизнь был выбор у человека был выбор нам тора написала в этой недельной главе очень важную вещь был выбор либо жить в раю саду эдена либо попытаться достичь желаемого человеческого величия через знание интеллект человеческий дух то есть пробиваться через тернии этот был выбор сделан и он для нас теперь мы уже вы просто идем на поводу этого выбора мы не можем с вами ничего сделать сначала времен человечество из два направления первое пыталась каким-то образом прокормить себя спастись от вот это в этом новом тяжелом мире и 2 это еще более трудно это каким-то образом найти путь обратно в рай из которого человеческого было выселено этот поиск корень нашей неудовлетворенности депрессии эмоциональных потрясений мы инстинктивно понимаем внутри себя что находимся не в наших домах не на нашей земле что мы должны быть в лучшем более духовном мире в дух более духовном месте но вот борьба за это и есть главная борьба человека иудаизм утверждает что через тору через выполнение системы ее заповеди мы можем утвердиться на дороге которая ведет нас обратно к краю и к вечности эта дорога она усеяна шипами и препятствиями рай не достается малодушным ли тем кто ищет своей жизни только досуг и комфорт так написано мудрецы сказали фактически трудности с которыми мы сталкиваемся в жизни том числе и сегодня сами по себе является именно тем инструментом которые помогут нам восстановить наше направление краю чтение тора на этой неделе подчеркивает что мы были рождены чтобы бороться страдать от дискомфорта постоянного вызова в жизни для того чтобы напряженным опасном мире жить и тем не менее дорога в рай существует и каждому из нас вменяется в обязанности найти и стараться пройти до конца да у нас у каждого своя дорога но цель одна и то что сегодня происходит мире доказывает только одно что мы с вами к сожалению пока пошли не в ту сторону что человек опьяненный своим все вас всего там все могу человек это звучит гордо он выбрал путь саморазрушения разрушение мира разрушения себя и сегодня каждый не должен показывать на кого-то нужно смотреть на себя вот что я сделал в этом мире если бы в мире был только я какой бы был мир вот это и есть правильная оценка ситуации браха вы от слаха я надеюсь что бог который видит что мы стараемся но понимает что может быть мы просто люди он нас пожалеет и все-таки сам поможет исправить ситуацию браха вы от слаха и да будет так